Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, а это мой муж Слава Басил, и сегодня мы продолжаем снимать реакцию на мои старые видео из Лондона 2014 года. Даже посмотрим, что у нас там. Наконец-таки будет выпуск про зоопарк. Если честно, мне всегда страшно смотреть такие видео, потому что я абсолютно уже не помню, что я там говорила, что я там рассказывала и вообще, что там было. Вот. Но мне кажется, что это прикольно. То есть, я делаю контент на контенте, который я делала когда-то. Всем привет! Мы, наконец-то, нашли время снять реакцию на Юлину канал. Я вот приоделся. Красивенькая рубашечка, всё как надо. Мы готовы смотреть Юлины старые видео. Интересно, что там будет, потому что по названию я уже понял, что нас ждёт зверинец. Да, парк! Нас ждёт зверинец. Будет, наверное, весело. Если вы не подписаны на мой канал, вы не знаете, у меня нет зуба. Поэтому всё это видео не ржите, не пишите, где мой зуб. Украли цыгане, да. Кстати, вы можете посмотреть новое видео на моём канале. Там наша реакция как раз-таки на цыган, которые украли... Не совсем на цыган, да? Которые украли мой зуб. Вот. Поэтому... Ты бы мог на этом классно похайпиться, кстати. А чего хайпиться-то? Ребята, я проснулся, я не понимаю, где я. Меня поймала шайка цыгана. Это всё, что я помню. Я проснулся без зуба. Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И ты даже не почувствовал просто. Ты потом... Блин, что-то не то. Короче, ладно. Погнали. А там уже будем опять тысячу раз устанавливаться, хихикать Сегодня 6 июля, мы приехали в Талар У меня очень крутой капюшон на кофте Мы почти поношли, о май гад Выхожу из магазина И Виамлета такая говорит, пожалуйста, пойдем в Макдональдс У меня как будто флешбек, мы как будто уже все это сто раз смотрели Так это днем ранее, это в прошлом выпуске у нас было, ребята Виамлета и Макдональдс Итак, всем здорова, мы приехали на Субтитр Стрит И сейчас мы пойдем в зоопарк И так, это памятник Шерлоку Холмсу Вот, думаю, вы видите Короче, мы идем в зоопарк Вот, мы все, идем, идем Про Шерлока Холмса Я помню, как мы были с тобой не у памятника Шерлоку Холмсу А прямо в его квартире Мы там тоже были как-то Офигенно! Но мне больше, конечно, впечатлили... Прикольно, красиво внутри, все... Атмосферно? Атмосферно, охренительно! Но мне понравился магазин, который через дорогу напротив В этом магазине были всякие рокерские игрушки Какие-то стикеры, какие-то... Группы Kiss, какие-то мелки... Пластинки, по-моему, там тоже продавались Значки, все такое Музыкальный магазин, да Ну, а я никогда не забуду нашу с тобой поездку в Лондоне на Эбби Роуд Студио Мы, к сожалению, на экскурсию туда не зашли внутрь Но мы пошопились в магазинчике О чем я очень давно мечтал, поэтому было классно Да, сфоткались, как мы переходим дорогу Да, наверное, есть во влогах это наших Да, я думаю, что да Да, вы можете посмотреть, кстати, у меня, по-моему, не закрыты Я очень сильно полею Вот Сегодня у нас 9 июля Осталось совсем немножко Здесь бегывание Мы уже учимся вторую неделю Вот Такие телечки Блин, так красиво я не могу Очень-очень-очень красиво Просто удивительно Бьюли Просто перфиг Вообще, я даже не знаю Вот вы посмотрите, какая красота Вот где у нас в Москве такое можно найти Нигде, боже И Сорьки за мой голос Просто я реально Очень болею Я Если бы была в Москве, я бы сейчас лежала, наверное Я не знаю, в кровати Пила бы всякие таблетки А сейчас я Не могу лежать в кровати Потому что тут очень круто Я хочу все посмотреть Поэтому я гуляю больная Идем куда-то в непонятное место Ой, какие милые рюкзачки Все? Это зоопарк начинается? Да Давай Блин, класс Вообще Так, мы заходим в аквариум Я надеюсь, он тут будет просто бомбовый И было бы классно Если бы даже наверху были рыбки Пока что сегодня какая-то Давайте дальше скорее Смотрите, ребят, там кенгурушка сидит Кенгурушка Входим в мир Вот какой Не знаю, что тут А, я так поняла, здесь птич Я тебе так скажу Орел и решка отдыхают По сравнению с твоими экскурсиями У меня улетает Путешествие в Лондон Юлия Пушман Ой, посмотрите А ведь она это Какнула? Муха, муха Матерь божья Ой, она сама летит Ой, свинюхи Вот мои рот в пюнике Зашевелился Любимый Да, любовь моя Иди к маме Ему нравится мой голос Иди ко мне, мой злоденький Да, доброе утро Доброе утро И Вива прибежала просто Мамочка, ты меня звала? Она другому питомцу жирному Я свинью звала Ты же у нас не свинья А, ангел Маленький Любимый Хрю-хрю Меня совсем вообще Распоясался мне тут Ладно, идем дальше Ой, туда-туда-туда Там ламы Ваша птица хотела залезть Мне на голову Это ламы Я лама-лама-лама Лама-лама Лама Иди ко мне, киса Помнишь эту ламу? Мы с ней фоткались Она была как будто бы неживая Я только об этом хотел сказать Да-да-да Я помню, мы когда были в зоопарке Где это было? В смысле, где? В Лондоне? Вот в этом же зоопарке Мы с тобой фоткались с ламами В этом же? Конечно И там была охренительная лама Которая просто замерла вот так вот Она вообще не двигалась И было угар на то, что Было ощущение, что она реально ненастоящая Она даже не моргала, по-моему Она вообще стояла Она не моргала Она стояла как будто в вакууме Это было очень кринжово Смешно Все люди там начали Были в шоке Уже очередь собиралась Просто посмотреть на эту ламу Которая просто вот так стояла Интересно Прикинь, она просто о чем-то задумалась Сейчас мы зайдем к козликам Только разберемся Не, ну этим нас вообще не удивишь У меня это У самого на даче 10 козочек Если хочешь, приходи Я тебе покажу Там дедушка с бабушкой Все намутят тебе Я уже смотрела Можешь подоить Если захочешь Здесь такого не будет А у нас будет Еще и бесплатно Понимаешь По-любому Смотрите, как они какают Как тут пахнет какальками Я и козлы Смотрите, для детишек Какую сучку придумали Может, нам тоже так побегать А, Виолетт? А, что тут у нас? Давайте посмотрим Еще у меня ласку Говно какое-то, что ли А, это такая Подросток И в тебе везде видится говно Я вообще такой Ну не то, что тупой подросток Но просто Ты знаешь, типичный такой подросток Типа Говно? Говно Да, да Ой, а с орехом Схотаться, что ли Я типа как белка Все Смотрите, они могут Через горшок пролезать Батюшки, что она делает? Она делает, как я и предсказывала Так, посмотрим, что у нас тут Знаете, что-то я пока что Ничего такого прям не вижу Ой, какие штучки Кисы, видите, вот она Все в ямку Что за ядро В котором какие-то О, суки, какие хрюки Они были в этом мультике Ледниковый период Смотри, чувиха там сидит в дыре Фотает Как она туда залезла, сучка Вышла? Наверное Что-то все такие умные Ой, здесь получше, наверное, этих чуваков видно Что за вкуснотища Ламповая озвучка от Юлии Пушман Где я еще такое вайп-мотиву увижу? Вот в эту дырку она залезла Сучка Я туда не полезу Ой, нихрена себе, можно и туда залезть Слушай, туда я уже пойду Виолетта, гость, здесь клево Мне 16 лет, напоминаю Аккуратно, не поднимай, голову опасно И что тут? Божечки Дуру Мы пролезли Дуру Сейчас Ай Вилли Мы туда уже пролезем, а? Не, не, ну Ну точно не для людей, которые боятся клаустрофобии Я что-то смотрю, как-то очень узковато Что-то как-то я бы туда не хотел бы полезть Да ладно, по-моему, прикольно Я бы еще туда Я думаю, это для детей в основном сделала Ну, конечно Ладно, я почти вышла Ой, господи Что за хрень мы делаем? Дуру Ну, да Ладненько У меня есть GoPro, я-то главное Так Что у нас дальше? Сейчас эта телка слезет Маленькая девочка Сейчас эта телка слезет Девочке 6 лет Да Сейчас эта баба, бля Слезет И залезу я Так что на Виолетта Да, то что Ты заходишь Может назад полезешь? Ушел Я фото А Kinder А как качаться? Что случилось? Помещающий Поняла, да Летаю я Короче Телекон мне дай Давай Ты управляешь этими детьми понял да сделала это короче запрыгнул наверх в эти птички полетал спустился без проблем идем дальше много да в тебе было энергии когда ты была подростка да во мне сейчас много энергии просто я уже типа ну как бы выросла и я уже такой прям прям перла тебя как будто бы тогда ну да тем более там еще болеют и прикинь какая я когда я не болею а у нее короче прикол такой всегда она когда болеет она наоборот делает максимально все чтобы выглядеть как будто она здоровая почему ну такой у тебя прикол не просто ну не люблю болеть и я считаю что это все у нас в голове не ну есть какие-то понятно болезни когда реально болеешь плохо бывает но мне кажется что если ты голову расслабляешь и позволяешь себе болеть то тогда ты точно да это правда я вот смотрю на тебя молодую прикольно это интересно было но интересно просто наблюдать за тобой когда ну когда-то пиздючка просто это прикольно потому что сейчас это уже выросла часто ты уже мадама часто ты уже леди ну да как это у меня не дали ну да вот бы его я не знаю она стоп м сангл 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 уродство да о классно тараканчики блин хлопик а я такой кетчуп дома покупаю знаешь ах нет блин это очень классно так леда не классная инсталляция как будто у кого-то дома кто не убирался пару лет реально ну интересно так вот на тараканов смотреть в такой среде обитания не просто если бы они были в коробке офигенный зоопарк да я видел уже такие не кайфовые когда они далеко от тебя за стеклом знаешь охренеть у блин так классно все придумано вот вы зацените вы только зацените мы вышли из чудовища идем пингвинчиком эври парита сразу вспомнила мультика короче там пингвины танцевали блин знаю бабочку еще жутко боюсь да ладно они прикольные я не боюсь есть люди которые собирают бабочек они их убивают а потом вешал свои рамочки дичь не не знаю ни то ни то ни точек на самом деле странное коллекционирование но тоже коллекционирование считаю у них у всех очень красивые крылышки и они все уникальны ну большинстве случаев есть реально прям ну красивые крылышки и очень уникальные бабочки которых не найти вот просто так в каком-то ореоле они обитают большинство одни один одного вида в каком-то другого не ну это любопытно конечно очень любопытно короче стрёмные бабочки я их боюсь боюсь бабочек засели сюда зашла до хрена и бабочки короче я ухожу виолетт забери меня господи они напали на меня они отложили яйца в моей мозге ой тёлочки магазинчике очень много всяких классных игрушек я думаю здесь люди оставляют просто миллиарды денег я сейчас нахожусь на раскопках в итоге там ничего и не купили мы посмотрели взяли пару магнит то что больше ничего там на мне это не приглянулось но большинство денег денег день на детей тратит вот там купить игрушку какую-то ну там особо меня ничего не впечатлило вот в музее у лондонском который мы были вот там было поинтереснее в магазине ну да уины это рисовали наши предки зацените базарю базарю только не могли вот а сейчас мы на самом деле переходим из одного зоопарка как бы в другую половину снимается вон он наконец выходишь давай выходи выползай ой виолеттый звук такая умная блин скорее туда смотрите 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 нет вот вы представляете себе хочу а значит вот с деброй жирафом и вместо этого какие-то люди которые здесь зоопарки работают берут всякие вкусняшки для жирафов траву обычную суют им и они походят в одну кучу и все и они стоят далеко с ними нормально не смотришься я так расстроена зачем так делать бред оками это место где спят эти зёбры смотрите у него нога как у зебры уважаемый похрен вообще он жует свою травушку и все похож на морала мы это мы на алтае таких и дали фоткались даже его это в инстаграме нашем есть фотки я даже ел морала офигенное мясо классная от ли отличный мораль ела амара казалось моральчиком а амаральчик морала потому что и амарал а интересно вот он сейчас просто полинял ну типа сезон межсезонье либо ему очень жарко там потому что так по сути они должны жить в холодной среде и не знаю как это вообще для него жить а не быть съеденными обалдеть обосрался бедный никогда пушман в живую не видеть вы поняли только в ютьюбе а когда залипает я чем знаешь их в загон забивают забивают забирают вот и он только смотрит мои влоги бедненький бобрик го сюда не знаю все таки посмотрим как прикольно там пусто жрать охота сейчас боленье этого заточил слышал говорю жрать охота сейчас боленье этого заточила а ты знаешь еде в толк ты знаешь толк в еде шутка нет не шутка пошутил нет не пошутил жрать ничего я не завтракала не обедала потому что это практически все если да то я была очень рада да по сути все мы посмотрели вау смотри голубь перекати поле сколько это стрелила все голубя перекати поле блин вот еще где вот в каком зоопарке вы видели такое короче ребятки я думаю что на этом мы закончим купил свели заценил как у меня чехол клевый улетный удобно конечно вот сыгнув 6 поезд ну постоянно нужен телефон что сфоткать еще что-то снять там да значит вот я смотрю и странно у меня какой-то сегодня настроение какое какое-то как будто бы вот знаете вот хочется снимать контент веселить вас веселиться самой но в итоге вот я смотрю и только грущу а грущу я потому что вот хочется наверное куда-то поехать знаешь вот какой движухи вот я смотрю прикольно вот даже не надо ничего придумать мысли шутки генерируются просто на ходу перекати поле да вот ну типа улет это зоопарк в вашем экране это очень смешно это кринжово и смешно я бы так то назвал а почему а почему ты выбрал именно слона мне показал не знаю я не знаю почему потому что он с хоботом ты знаешь я люблю хобота слабость у меня слабость на длинные продолговатые хоботы короче ну во первых посмотри по цвету у меня подходит ну да с кофточкой ну там жираф вы поняли я слон правильно арина обезьяна так кто тут дальше кто понятненько понятненько ну я слон понятненько ну я жираф понятненько мне кажется все уже поняли лон пока это было очень резко да так смотрим дальше никто никого не отпускает домой так лондон вот может быть здесь будет что-то поинтересней нет зоопарк конечно прикольно я бы с кайфом сейчас куда-нибудь реально пошла бы в зоопарк всем привет сегодня уже сейчас скажу сегодня четверг это 10 июля и мы приехали на реку Тенку и сейчас мы будем кататься на чём на чём мы будем кататься? хорошая вопрос сейчас что приедет на то мы будем кататься короче сейчас мы будем кататься на том на чём приедет на том что приедет что это? да 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 он же как то сказал он уже ну так типа пи*** она побегушка это было очень смешно вот такие дела поэтому все оделись очень тепло я вообще зимно оделась пока что не все быстрее я отказала уже вот такие то лежки так что сейчас возможно мы залезем на эту штуку вот так так большая куча народу сейчас берется на тот кораблик там existential London Eyes да мы туда тоже пойдем сегодня неудественно солнце или пензо ? по, водичка хлюпает ничего себе опасностей что-то как то корабль наш уедет Это вы по реке Темза, да, вот сейчас будете путешествовать? А мы же с тобой тоже катались. Не катались. Нет. Мы с тобой катались в Париже. Точно. В Лондоне не катались. Ну, я тебе хочу сказать, что было очень холодно. Это так странно, 10 июля, блин, я там в куртке, реально, в которой я в Москве иногда зимой ходила, то есть реально очень было холодно. Ну, там погода, как в Питере, типа, то есть там всегда то дождь, то снег, всегда пасмурный. Вот знаешь, чем всё равно я люблю Москву? Тут как-то всё понятнее, что ли. Зима холодно, пи***ь. Лето может быть жарко, пи***ь. То есть нет такого, что типа лето, и ты будешь в куртке, блин, ходить зимней. Ну, реально, не бывает. Да, может быть прохладно, но всё равно, типа, вот чётко всё, понятно. Ну, это просто вот определённые координаты. Да я понимаю. Москва просто более такая, ну, спокойная в плане погоды. Она понятная, она конкретная, типа. Если зима, то холодная. Это тот же Питер, это вообще, ну, забей. Ой, вот я, честно, не люблю вот эту вот такую погоду. Туда приезжаешь летом, а и всё лето там какая-то з***а происходит. Ну. Лайч, боже, ты так медленно идёшь. А куда мне идти? Тебя мама учила быстро ходить? Кидай! Такая сука. Одна из девочек, говорю, типа, боже, ты так медленно идёшь. Тебя мама учила быстро ходить. Ха-ха-ха-ха. Пацаните! Прикиньте, приехала эта штука. О, мой мой, это так красиво, я не могу. Даже жрать так хотелось. Я обожаю Лондон, я обожаю Париж, я обожаю старые страны, именно вот, ну, такие, средневековье, где прям очень всё же было активно, потому что я в этом плане немножко как, знаешь, типа романтик. Я смотрю с удовольствием мои любимые фильмы, типа Шерлок Холмс, как бы такие, где там показывают средневековье, там какой-нибудь 18-19 век. Ну да, архитектура прикольная. Просто там истории куча всяких прикольных, ну, ситуаций, которые там происходили, знаменитых мест, популярных людей, которые там жили. Это офигенно. Я думаю, что в следующий раз, когда мы приедем в Лондон, мы тоже покатаемся по этой речке. Ну да, надо будет выбрать просто в самый тёплый день. Да, зачекиниться просто, потому что это прикольно. Я помню нашу поездку в Париже по реке, это было восхитительно. Тоже было холодно, но мы сидели внутри. Это было восхитительно, это было офигительно просто. Мы видели все, ну, много достопримечательностей. Ой, мы с тобой ещё тогда... Мы ещё видели Нотр-Дам, который только с... Нет, мы уже видели его после того, как... Нет, мы видели до пожара, по-моему, его ещё. Мы же разное время приезжали, я думаю, мы... У нас есть фотка с ним до пожара, и когда мы катались, мы уже видели его после пожара, да, офигеть. У нас есть фотка до и после. Ну, мы не фоткались после, а просто, ну, типа, видели. Короче. Ну как... Зацените, пацаны, я создала. Зацените, пацаны, я создала. Я тебя, знаешь? Го, я создал. Катков, нифига, овечка тут лежишь. Овечка тоже наблюдает. В проводах. И у нас крысы проводные. Удобно так стул под стул и сидишь. Да, как цари. Ой, я создал. Так, ребятки. Посмотрим, что у нас там на лице нарисовано. Ой, матерь, помню. Ой, смей, смей. На самом деле, ничего необычного. Просто обычная, типа, вот эта вот карусель и всё. Ну да. Просто похоже на колесо от велика. Колесо обозрения. Колесо обозрения обычное. Ну, оно ж, типа... Для меня больше, ну, меня больше впечатляло этот... Биг Бен. Вот это постройка, так постройка. Знаешь, вот мы, кстати, тут должны кататься в ночное время. А мы тогда катались в дневное время. И в ночное, конечно, вообще по-другому выглядит. Ну и в дневное тоже по-другому. Не, да. Ночью не видно всяких людишек, которые там ходят. Ну да. Но ночью видно, например, эти точечки всякие красивые. Мне кажется, что круче всего покататься на London Eye в ночное время в новогоднюю пару. Вот прикинь, посмотрите вверх, как всё украшено, дома украшено, всё в огоньках. Ну, типа, прям такое атмосферное. Красиво. Плана. Спорный вопрос, потому что всё-таки вот мы были... Мы были с тобой в Лондоне как раз в какой-то из моментов, когда у них был то ли сочельник, то ли что. А, да, да, зимой мы были. Зимой мы были. Это было отстой. Почему? Было украшено. У меня абсолютно не понравилось, потому что по сравнению с нашим городом... Ну, в Москве круче украшивают, реально. Украшают, в смысле. В Москве в миллион раз круче. Вот если бы в Москву посмотреть вот такую разукрашенную с London Eye, то да. А Лондон Eye, а Лондон, разукрашенный Лондон посмотреть с Лондон Eye, ну, такое себе. Не очень мне, короче, это впечатлило. Ну, вот я был и в Риге, кстати, тоже там вообще даже, ну, вообще отстой. Я приехал туда тоже под Рождество, по-моему, думаю, сейчас приеду, сейчас задую всю. Сейчас там будет отжиг, что-то в районе 10 часов вечера. И я только такой, ну, поднимаюсь по настроению, хочу куда-то пойти. И все закрыто. 10.01, никого на улице, все магазины закрылись, ничего. Пару огонечков повесили, вообще просто бомжарня, реально, по сравнению с Москвой. Ну, как бы и страна маленькая, понятно. В Москве, ну, это огромные деньги выделяются. В Москве выделяются миллиарды просто рублей, просто ради того, чтобы людей глаз радовался. Ну, на самом деле, у меня, правда, радовался глаз этой зимой. Она еще, правда, не забыла. Нет, у нас и прошлое, и позапрошлое. Москва самая красивая в этом городе. Каждый раз в центр выезжаешь, там такие огромные штуковины. Ничего не сравнится. Ничего не сравнится. Вообще хиреешь. Нет, реально круто. Никакой город. Но я, правда, мечтаю еще попасть в Нью-Йорк, в Америку, посмотреть, как там. Там, наверное, тоже выделяют большие деньги, там тоже удивительно красиво должно быть на Новый год. Ну, да. Как минимум, там Сквер, типа вот эта вот вся тема. Но это у нас будет. Мне кажется, в Америке прикольнее именно поехать по жилым поселкам, где дома стоят. Знаешь, как вот типа один дом, вот так вот дома же украшают, тоже прикольно. Да, да, и люди сами украшают свои дома. Ну, ладно, смотрим. А, вы сейчас прямо поедете. Когда мы поедем, вообще, может быть. Короче, чувак затирает нам о том, что мы очень рады. Надеюсь, что мы когда-нибудь уже поедем по-нормальному, знаешь ли. Вот, потому что едем очень медленно, разворачиваемся. Он говорит, что у нас слева Биг Бен. Он говорит, что право вода. А я им факт показала. Видели, да? Зай, поэтому ты меня и любишь, да? Поэтому же. Ну, ты дуреха. Ну, я смешная, ну да. Ну, ты дуреха. Ну, а что? Ну, ладно, делала контент в свое время. Конечно, надо же так привлекать народ. Конечно, надо же так привлекать в него. Да, факт, мита. Привет, халал, сучки. Этот мост из Гарри Поттера. Да. Этот мост из Гарри Поттера, мать его. Сучки, помахали мне. Итак, значит, мы уже приехали с этого кораблика. Блин, раньше я кепки носила. Мне их до хера было вообще. Блин, я хочу начать снова кепки носить. Но не вот такие. А зачем? А обычные. Не знаю, мне кажется, стильно. За это по-пацански. Неправда. Мне кажется, стильно. Да правда, это по-пацански выглядит. Я буду как это, все мерить. Мужское, женское. Мужское, женское. Обсирайте меня в комментах. На гендеры все распределяйся. Ну, это просто по-пацански. Зачем ты же у меня это? Элегантная леди. Красивая. Зачетная. Зачем тебе этики? А я попробую. Не, ну, в каком-то, типа, таком образе. Ну, по какому-то образе, может, и пойдет. Но даже не будешь всегда в таком образе ходить. Ну, не будешь, конечно. Я в кепки постоянно ходил. Ну, не разок, может, не знаю, попробую. Посмотрим сейчас, когда погода наладится. Зая. Чего? Ну, что ты, чем ты решила заниматься, я не понимаю? Кепками. Производством. Пошив. Да не, ну, просто интересно. Не знаю, хочется какие-то аксессуары добавлять. Так что я не буду снимать глупости, всякие, всякие дороги, поэтому сразу покажу вам, что будет там. Ох, ребятки, а помните, мы когда проезжали, я показывала вам мост и сказала, зачем-то там люди нам махали. И, короче, я вам сказала, хотели бы вы тратить по этому мосту вроде как. Прикиньте, я сейчас иду по этому мосту. Мы идем на Лондон Ай, вон туда. О, мой бог. Ребята. Снимай рюкзак, рюкзак, снимай. Бора, 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 бора. О, боже мой. Очень просто забежать. Да. Ой, давайте как в метро по три часа. А что у Ананит? У нас не надо, он сказал, 18-ая наша. А это какая? Это 17-ая. Ура, у нас есть. О, боги. О, мы единственные. Ура. Запустили обезьянок в комнату, в комнатушку. Эмоции, это прикольно. Эмоции. О, моя дьо. О, моя дьо. Да. Ну, я ребенок, не знаю, блин, вообще нечего сказать. Круто. Все кричи, да, смотри. Ура. Мы сейчас посмотрим такой видочек, черт возьми. Боже мой. Смотрите, чуваки, вот видите там их? Мы так же выглядим. Господи, мы на самом верху. Теперь помолчим и насладимся красотой. Такая я вообще, типа, правила свои устанавливаю. Я думаю, там, пи***ц, ты бесила, наверное, половину девчонок точно. Блин, если честно, так интересно бесила я реально. Я думаю, ты бесила сто процентов половину того народа, который с тобой тусила. Вот, если бы со мной была такая, ну, чувиха, ну, блогерка, бля, ты бы вообще выбешивала бы. Я даже не знаю, ну, блин, мне кажется, всё равно я... Я просто в твоем возрасте... Я могу быть дурной и так далее, но я, что я тактичный. Ты очень тактичный был, а ты нет. Таксичный? Тактичный. А почему ты думаешь, что я не тактичная? Ну, ты мешаешь людям. Откуда ты знаешь? Может быть, мы с ними договорились, что они до этого мешали? Ну, не знаю, не знаю. Ты много разговариваешь, ругаешься, там, типа, как-то очень вызывающе себя ведёшь. Вот. Не знаю. Мне бы это... Ну, ладно, чё, я правда тебе говорю. Ты же реально там ведёшь себя в большинстве случаев. Я стяжу к косточке. Ну, я не знаю, Зай. На самом деле, не факт, потому что они все мои ровесницы, и они наверняка вообще к этому спокойно относились. Может быть. И вели себя, может быть, где-то даже, ну, дальше или хуже, чем я. Не знаю. Ну, как бы, наверняка, блин, да стопудово... Ну, у вас стопудово не было никакой договорённости. Типа, девчонки, давайте я сейчас буду вести себя как, ну, типа, дебилка, вы не обращайте внимания. Не, ну, об этом кто договаривается. И я не вела себя как дебилка. Я просто, типа, хернёй страдала и прикалывалась. Ну, я просто обобщил. И при том, при всём этом, ко мне всегда люди тянулись. Ко мне всегда люди, вот, хотели со мной постоять рядом, чтобы посмеяться. Попасть к тебе в видео просто. Ну, и может быть и это, я это не знаю. Да, ну, я точно всех веселила и никому настроение не портила, как мне кажется. Ну, просто тем, кому ты портила, просто молчали, скорее всего. Ну, это их проблема. Всегда надо говорить, если что-то не нравится. А помнишь, как волтаем мы это? Я иногда вспоминаю. Я тоже. Хорошее было время. Видишь, да, я, ну... Есть чё вспомнить. Я уже выросла, но все равно... Мы просто в Алтае были тоже, типа, с девчонками обычные люди. Типа, обычные, ну, девчонки и блогеры. Ну, и блогеры, и обычные люди. Вот блогеры обычным людям мешали. И я считаю, что вот в контексте вот этой же тоже поездки, я думаю, ты тоже многим людям мешала. Как мы мешали этим людям? Просто мешали. Как? Ну, как, как? Ну, скажи, как. Мы ездили на разных машинах. Мы ездили на разных машинах, но были в одних местах одновременно. И чем мы мешали-то? Ну, просили уйти, не мешать фотографировать, просили быть потише и так далее. Ну, типа, я считаю, что... Это было нечасто, это было редко, и у нас там все равно было достаточно времени, чтобы каждый так же постоял, и ему никто от него не мешал. Ну, я, например, у меня другой взгляд на эту ситуацию. Я считаю, что они себя стрэндж вели. Мы с тобой, ну, как бы не согласимся, ну, ни с чем не... Да нет, на самом деле вообще пофиг, тут не надо с этим соглашаться или не соглашаться. Просто я так считаю, я не претендую там на то, чтобы ты принимала моё мнение. Да, просто суть в том, что ты говоришь то, что мы им мешали, потому что пару раз там где-то там и Маша тоже могла сказать, типа, там, ну, не могли бы вы отойти. Да нет, ну, что ты глупости говоришь? Маша об этом просила, вот я помню, на этом озере, потому что она хотела с квадрокоптера снять, как он улетает от озера, и чтобы не было людей. Ну, да, попросила она об этом один раз. В остальных местах я не помню, что было. Я помню, что почти везде, мы почти на всех локациях, ну, ребят немножко чем-то напрягали. Помню, ещё одна была ситуация, когда мы хотели тоже... Да там, Зай, да нет, да не было там одна-две, было почти везде. Ты просто не наблюдала за этим, а я видел. Я это наблюдала, но я просто считаю, что в этой просьбе не было ничего такого, что прям они нам мешали, вот как ты говоришь. Кто они? Блогеры мешали, типа, людям, типа, люди, ну, не блогеры, которые такие думают, вот нам блогеры мешали. Ты о чём вообще? Блин, о том же, о чём и ты. Ты сейчас говоришь, что мы мешали тем людям. Скорее всего, да. А я тебе говорю то, что, ну, мешали и мешали, а они нам мешали, а мы им мешали. Ну, окей. Это нормально, когда ты хочешь сфоткаться, ну, типа... Хорошо, но я же прав, что мы мешали им. Ну, и они нам мешали. Я не говорю про то, что они нам мешали. А, тогда я не могу согласиться только с тем, что мы им мешали. Ну, и они нам мешали, но я-то и сказал именно про то, что мы им мешали. Если ты говоришь то, что они нам мешали и мы им мешали, я могу согласиться. Хорошо, мы мешали друг другу. Да, я согласна. Мы уже спускаемся вниз, но я прошу вас посмотреть это просто... О май гад, господи, как же это красиво, как же это красиво, как же это красиво, как же это красиво. Слушай, никого я не бесила. Тебе просто это никто в лицо бы не сказал. Конечно, потому что меня уважали и боялись. Ну, говоря, это просто вот такие лакши, сутки, господи, господи, я не могу. Ребят, вы обязательно должны когда-нибудь съездить в Лондон, обязательно. Поставьте себе такую цель, я мечтала сюда побывать в Англии, вот я здесь. О май гад, класс! Итак, вам понравилось? Да! Всем понравилось. А мне вот нет. Да я с чего, это было очень круто. Зажертая свинюха. В натуре, ближай! Короче, сейчас мы будем выходить, на самом деле, если это было красиво, очень круто. А ночной он вон попой. Получается, нихера, это не ночь. По сумрачную, этот, полу... господи, блядь. Полумрад? Полночь? Нет. Полудень. Полудень. Полумно? Нет, ну вот это время года, когда... Время дня. Полусумрак, ну... А, сумерки, классный фильм. Ну, а когда же, с кем мы ночью были? С тобой? Нет, мы днем, по-моему, были. Блин, мне кажется, я и днем, и ночью была. Странно. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. У-у-у, все, ребят, это было просто перфект. Это было не... Селфи на год у меня хватит, мне кажется. Ой, не, мне на пару часов инстаграм. Поняли, да, шутку заценили? Вомплохие в день и все. Так что, крутяк, крутяк, крутяк. О, я думаю, что вот это... О, наша фоточка! Я там такая, типа гурлы. Вот они. Да пошли, Позырин. Пошли, Позырин. Да, все. 7 минут удивительно. О, вот это мы посмотрим, и на этом мы закончим выпуск. Потому что это будет интересно. О чем? Это Тхори парк. Ну, как правильно его? Я все Тхори называла. А, нет, Тхорпи. Торпи. Когда мы поедем? Тхорпи. Короче, парк аттракционов. О, класс, днем ранее убирай. Да знаю, не нравится тебе это. Самые лучшие аттракционы были в Лондоне. Я вот как... В Лондоне реально улет. Ну, мы, конечно, не были там в Америке где-то в парках, но вот в Лондоне улет. Аааа! Короче, я пришла в Викторию Сикрет, и у меня, короче, вип-ложа. Я просто хотела померить белье, ну, Ланька. Зверица, зверица, зверица. Почему не это... О, ММДМ! Да, а что тебя интересует? Какой вопрос? Почему не... Показ мод. Какой показ мод? Под Викторией Сикрет. А, ты думал, я там еще буду показывать мод? Показывать свой мод? Показывать мод? Пацаны, зацените. Цена такая вообще. Ммм! Поджигаешь. Чтобы понять, как это делать? Посмотри, что в комнате творится. У тебя тоже мигают красные. Что делать? Что вы тревожили? По вторникам тревога. Черт. У меня тут секс в вашем городе. Развитие. Тревога учебная только по вторникам. Может быть, реально Ханана. Прикиньте, если мы здесь все умрем. Может, погнали лучше, а? Давайте. Вот видите, блин. Чука, бред. Вся нас всех это, Полин. Все просто... Блин, это классно вообще было. Вот это учебная тревога, так учебная тревога, я понимаю. Это не учебная тревога была. Реально? Короче, кто-то там на кухне что-то жарил. Ну, типа, ничего страшного... Ну, как бы нам потом сказать, типа, ну, просто там куда-то газ попал, и поэтому сработало, и хз вообще, ну, это было круто и незабываемо. Но круто и незабываемо, и круто почему? Потому что ничего страшного не случилось. А так, конечно, это ужасно страшно. А незабываемо почему? Ну, не знаю, просто, типа, эмоции какие-то. Мы, типа, вроде как смеялись, потому что не было запаха дыма. При этом были на очке, и, типа, вышли такие, типа, приключения. Ну, опасно. Кто-то покурил в номере, я тоже думаю. Да, я слышу, когда они быстро приехали, пипец. Да, классно. Итак, всем доброе утро. Сегодня у нас вроде как 12-е, да? Да. В общем, вчера у нас произошла очень интересная история. Если кто не понял, у нас, ну, как мы думали, это была тревога, это пожарная, пожарная, которая учебная. Но, оказывается, это было нет, потому что приехала пожарная. Видимо, кто-то или покурил где-то там, я не знаю, еды попал, или кто-то готовил. Тост исполи. А, тост исполи. Супер. Короче, было 12 часов ночи. Я уже собиралась ложиться спать, потому что я здесь маловато сплю. 12 часов? Выскочили? Нет, 12 было. Да. Когда мы уже поднимались назад, 12 часов ночи было. Когда мы были внизу, было 12-12 где-то. Смотри. Короче, веселье. Так, в общем, сегодня мы едем, точнее, на данный момент, мы в пути в парк Атроционов. Спасибо. В парк Атроционов. Удивительно, как, конечно, изменилась твоя внешность после вставки виниров. Да, ну там много всего. Ну не, немного на самом деле. Очень прям заметно, как бы другой человек. Во-первых, у тебя изменилась речь, изменилась позиция лица, позиция нижней челюсти. Я похудела хорошенько так, я там, ну как, не то, что жирная, но... Не-не, я прям про челюсть говорю. Ну это да, это да. В общем, да, капец. Летти. Потому что ее зарядка для телефона подходит к моему GoPro, а я свою забыла на среду. Ну вообще-то, знаешь, я могла бы купить, но тогда бы я потратила деньги, а так нет. Так что спасибо тебе. Наш путь будет очень долгий, поэтому мы поедем сначала на метро, потом куда-то пересаживаться, потом на поезд, потом что-то ищу, ищу, короче, жопка какая-то. Так что предлагаю вам не смотреть на весь наш долгий путь, на этот скучный, долгий, утомительный путь. И, короче, мы долго ехали на метро, чуть-чуть не долго, минут, наверное, 10. И сейчас мы будем ехать на таких вот поездах, и нам ехать 2 часа до парка аттракционов. Охренечек! Парк аттракционов. У тебя ведь проблема с этим словом. Я вам это реально не знала. Парк аттракционов. Ну, блин, на самом деле это так странно. У меня были такие слова, которые я произносила неправильно, и была уверена, что так и надо. Я даже никогда не задумывалась, ну, типа, как правильно. Ах, аттракцион! Помню, как Карина стебала меня, когда я рассказывала про школу, про то, что я оставалась на продлёнке, и я назвала продъёмка, что ли. Подъёмка! Ну, не, продъём, продъём... Короче, Карина говорит, типа, почему ты говоришь неправильно, типа, группа, ну, или как-то, типа, продлённого дня, типа, продлённый. А я назвала продъёмка, что ли, продъём... Ну, короче, хозе, но это угар, и я вообще никогда даже не задумывалась. И тут я, блин, аттракционы... Актракционы? Улёт, реально! Ура! Мы приехали! Но не на аттракционы, а куда-то... Нам ещё ехать, короче, на автобусе. Вот, ехать... Пока доберёшься до этих аттракционов, вообще с ума сойдёшь. На метро, на электричке, ещё на автобусе! Потому что пешком идти, капец! Мы только что полчаса. Ура! Ты же на все горки со мной страшно исходишь. Супер! Ну, я просто подруга, Карина, она очкует на всё ходить. Типа, ей это не приносишь удовольствие, на самом деле, она просто сыт. Мне так кажется. Камень в огурок, подружки. На самом деле, она просто сыт. А я-то нет. Я-то вообще без страшного. Ну, блин, один генетный парк! Хочу туда! Класс! К нам дали билеты, наконец-то. И мы можем идти. Давайте речь, пожалуйста. Короче, мы здесь. О, мой бог! О, боже! Виолетта! Бежим на все страшные горочки. Скорее! Нельзя медлить! Та-да-да-дам! Боже мой, мы входим. Но это как бы не в закрытом помещении. О, боже, боже! Тут всякие игровые автоматы. Смотрите. Короче, боже, боже, боже! По магазинам приехали! Ча-а-а! Нет! Мы идём на американские горки, на все горки, на все-все-все. О, боже, как тут классно! Посмотри! Тут даже водяные. Это типа... Слышь, вот на ту хочу. И на ту, и на эту, и на ту. Набью к тебе тату. Ребят, зацените, как тут круто! Ох ты мой! Смотри, водяные. А может сюда? Куда? С вот этой? Ты чё, мы же все намокнем. Давай напоследочек, может. А потом высохнем на тех. Ай, ну я не знаю, братан! Потом на других высохнем, ладно? Я просто очкую, намочиться сильно, и потом будет некомфортно. Короче, вот этот вот мост, туда заходили люди, а под мостом аттракцион водный. И там тот, кто проезжал на этой вагонетке, короче. Там есть стекла, спрятаться от воды. Можно спрятаться, а можно вот прям постоять и освежиться. Блин, ну блин, ну что ты делал, прям. Короче, здесь очень-очень-очень круто, давай посмотрим. Я слышал, что в Испании еще офигенно есть парк аттракционов, типа прям тоже один из топовых. Может быть, если что... Ну, кстати, да. Вот, что мы постоянно в одно и то же место ездим. Думаю, были уже в Испании, но вот конкретно в том парке не были. Ну да. Встаем в засаду, чтобы не было. Ооо, блин. Вау, вот это вообще мощно. Короче, мы хотим сейчас вот на ту серую, она огромная и крутится вообще стрёмно. Блин, вот это вообще нормааст, тело. Ну я думаю, что я больше... Ооо, зырь. Класс-класс! Боже мой! Я сейчас покатаюсь на всем этом, я в это не верю! Это ферня, я на это даже не пойду. Не хочу на это тратить время. Мы с вами в огромной очереди. Зырьте! Сейчас, короче, это пойдет, и мы будем так же кататься, как и эти чуваки. Кстати, Слава, ты тоже маленько очкует, да? Я вообще... Не, я очкую, реально. Я пи***ь очкую, сыкую, блядь. Я говорю, не-не-не, давай, может, следующий. Нет, Зайк, мы уже стоим где-то посередине, там, подходим. Я говорю, все, я пошел. Да нет, ты так не говоришь. Ну мне ссыкотно, ну я признаюсь, я не ссыкотно. Да в этом ничего такого нет. Я считаю, что в этом ничего такого нет. Я реально очкую высоты, боюсь и так далее. Скорость и все вот это вот я вообще, ну... Но при этом я на всем этом катался. Нет, он идет на все, типа, он боится, он это... Я ору, как сука там. Она сидит рядом, она такая ха-ха-ха-ха-ха. Я всегда ржу. У меня горло, у меня связки, все иссохло, а я ору, как, блядь, последняя сука. Так удивительно, но мне кажется, что реально люди делятся на два типа. Те, которые орут, ну, как бы от страха, типа... И те, которые ржут. Вот я не знаю почему, у меня вызывает всегда смех. Типа, я никогда не кричу, типа... Мне страшно, то есть никогда так не кричу, я всегда именно ржу. И не так, что, типа, ха-ха-ха-ха, не так, а, типа... Я даже не знаю, как я это воспроизведу вот так вот. Ну, может быть, я что-то снимала на горках, хотя я сомневаюсь, но я не знаю, почему я всегда угораю. То есть для меня это именно смешно. Почему? Не знаю. То есть мне, ну, как бы реально не страшно, мне почему-то именно смешно. Это странно, очень странно. Может, какая-то психологическая у меня не состыковка. Конечно, конечно. У меня тоже какая-то, видимо, я просто ору. Ну, с другой стороны, ты думал, почему ты боишься? Ну, это же стрёмно. Типа, страх умереть или что? Конечно. У тебя же есть инстинкт самосохранения. Вот у меня мозги такие говорят, чувак, ты вообще, блядь, адекватный. Просто, знаешь, типа, вот разные у меня... Я чего-то боюсь, и я такая, у меня инстинкт самосохранения. А что-то я такая, типа, да ладно, да что будет, блин, все катаются, типа, весело. Только поэтому, как бы, я и хожу на такие аттракционы, потому что мозг слышит вот эти вот внутренние крики, типа, нет, чувак, зачем? А потом видит, что дофига людей на это ходят, и все нормально. Говорит, ладно, ну поорем немножко. О, все, им жопа. Ребят, там нельзя было снимать, но это было просто сверх... Охерительно. Боже мой, я просто в шоке. Короче, когда мы туда только летели, ехали быстро. Она очень быстро едет, просто охренеет. Мне было не очень по кайфу, потому что очень сильно захватило дыхание. Я не знаю, дух. Я не могла. Я думала, настолько круто. А сейчас мы пойдем на серую, она вообще тоже дохера стремная. Даже думаю, страшнее, чем эта. Иначе флома с вами не стынет. Блин, скорее, ага. Я просто буду с этой молиться и прощаться с тобой. Это было очень, очень круто. Обожаю американские гости. Сейчас, короче, мы на вот эту штуку пойдем. Видно, что это? Средня какая-то, не сдулая есть? Да, это хер, я пишу. Жизнь. Вообще фигня. Нормас. Нормас. Я стою, Виолетта такая, типа, блин, это вообще хер. Я говорю, нормас, нормас, нормас. Пойдем. Ну, не, прикольно, ладно. О, короче, мы на нее идем. Короче, мы уже почти подошли. Чуть-чуть еще дохера еще стоять. Ну, ладно. Смотрите, ребят, вот на этом мы катались. Вот нам надоедли. Да, и пойдем вот на ту. Во, сейчас увидите, вот, вот так мы катались. Нам было весело. Как нам было весело. Очень крутая корка, просто, реально. Короче, купили помороженку себе. Очень вкусная, кстати. Сейчас мы идем на самую такую вообще кайфовую, серую. Самую огромную, которую мы здесь видим. Вот. Мы оставили ее напоследок. Предлагаю пройтись около воды, чтобы нас обрызгало и снять заодно прикольно. Я помню, что было очень жарко в тот день. Я вспотела. А еще я помню, что я была в кедах. И на какой-то горке мы покатались, которая намочила кеды. И я натерла себе ноги. Ну, короче. Вот, блин, это тоже вот такая бесячая тема. Вот с тем же Лондоном. Вот вчера, да? Ну, вчера по этой поездке. Если говорить холодно, в зимней куртке. Сегодня, типа, приезжаем там, ну, не типа как под Москвой, а только под Лондоном. Ну, там. Загород. Да, загород. Там вообще солнце, жарко. Ну, типа, что за хрень? Я оделась тепло. Ну, короче, то одно, то другое. Я помню, что там кофту заворачивала. Мне было жарко. Потно еще. Стоишь три часа в очередь. Очень некомфортно. На самом деле, да. Бедняжка. Ну, знаешь, если выбирать, я бы сейчас туда поехала, конечно. Ну, там, наверное, холодно сейчас. Сейчас очень холодно, и аттракционы, скорее всего, не работают. Ну, да. Реально очень сильно брызгают. Они все мокрые, просто. Была бы я в другой одежде. Просто это кофта, и я потом пойду на те, которые быстро катаются, и заболею нахрен на ногу. Вот еще какая-то хрень водяная. Ну, здесь не так мокнешь, я уверена. Здесь вообще фигня какая-то. Помню. А я помню, то ли, когда мы с тобой там были, то ли в этот раз мы стояли очень долго в очереди. Это какая-то бешеная самая. И перед нашим носом закрывают аттракцион. Да. Это с тобой было? Со мной было, но... И было стрёмно? Это было не здесь. В смысле? Это было в Лондоне здесь, Зай? Это было вот на этот аттракцион с самолетами, я тебе клянусь. У нас в Дисней закрывали. Посмотри по блогам. У меня вот во блоге я помню, что это был Дисней. Я помню, что это было в Лондоне почему-то. Я помню еще, знаешь, почему? Да, это было с тобой. И я почему это еще хорошо помню? Потому что я очень хотела на этот аттракцион, потому что я на нем уже была, ну вот типа как раз в эту поездку. И я помню, что я прям ждала, когда мы на нее пойдем, и мы стояли долго в очереди, и в итоге перед нашим носом закрыли. И я помню, что это была именно вот такая вот хрень. То есть я уверена на 100%, что это именно этот аттракцион закрыли у нас перед носом, а не в Париже. Не помню. И было очень страшно, потому что закрыли этот аттракцион прямо перед носом, потому что какая-то там проблема, и они несколько раз без людей пускали эту, ну, карусель, короче. И было ощущение, что... И прикол в том, что мы должны были следующие идти на этот аттракцион садиться, и было страшно от того, что вдруг что-то не так, они не устранили палатки, и, типа, вдруг, ну, как бы, не дай бог, что произойдет. Ну, короче, страшно. Вот мы на нее шайдем, короче. Азиза, слалки. Сейчас смотрю, нифига они прям не солнечные. Я бы в такой, вот, в такой погоду бы не вот на... Уже выглядит как не солнечные. На воздух-аттракционах фиг знает, прям дуба как будто бы. Ну, это, может, просто, типа, прикрыло солнце, облачко. Может быть. А так, я тебе говорю, я по воспоминаниям было очень жарко, реально. Так, короче, видите там? Ну, вы, наверное, не видите, но, в общем, сейчас будет водичка хреначить. Обожаю эту горку, на которой я никогда не покатаюсь. Вы видите, сейчас вода, короче, полетит. Смотрите. Вот, смотрите. Видели? А теперь посмотрите на ту дальнюю. Вон на ту, на серую, смотрите. Вот на дно мы катались, она была самая лучшая. Мы почти понашли уже к этой водяной горке. Вот на этой горке я себе ноги намочила. Очень долго здесь стоим, час, наверное. Короче, мне не верится, но мы все-таки отстояли, и сейчас мы с какими-то пацанами поедем. Ура! Все, мы идем. Вот так покрасно. А ты как хотел, раздеться, что ли? Ну, да. Я просто не понимаю, это... Это не аквапат, там есть какие-то водные горки. Просто ты в одежде будешь весь смут. Ну, эта горка, ну, как бы, все-таки как аттракцион считается, а не как, типа, водяная. Ну, просто она с водой. Вы откуда или вы аюфром? Вы откуда или вы аюфром? Вы откуда или вы аюфром? Конкретно. Вы аюфром или вы аюфиры? Вы вообще кто или хауаю? А чё? Как тебя зовут или what's your name? Ай, не. Вы откуда или вы аюфром? Чисто мой стиль общения с англичанами. Вы откуда или вы аюфром? Ой, чёрт! Ой! Блин, Виолетта, держи меня, пожалуйста. Блин, вроде точно видно сейчас. Я правильно. Чёрт! Господи, боже! я ненавижу на аттракционах ехать спиной по направлению ну дороге это самое стрёмно зато есть и себя снимает что прикольный фон будет ну прикольно но по ощущениям ты не знаешь что там им и опять же твой мозг конечно ну короче посмотрим только ноги немного короче прикиньте встретила чуваков которые меня знают это были парни сейчас мы пойдем искать какой-нибудь эту зону который мы сможем высушить потому что наши попки немножко намокли красиво охладилась сучка мы стояли часа полтора короче я надеюсь что продолжение дня будет сверх офигенное потому что то что я только что испытала было дерьмо мы сейчас на нее идем и я буду снимать устала уже ничего не снимать буду снимать офигенчик сколько время сейчас наверно где-то 15 30 40 вот так вот время пролетело здесь в очередях по часу стоим по 50 минут по 40 охренеть очередь просто охренеть она реально огромная блин вы прикиньте короче я не смогу сесть вперед потому что вперед стоят лишь те которые покупают ну не покупали а брали какой-то билет твою мать я хотела впереди снимать короче тут видите как тут нормально все тут в очередь вот так вот встаешь а не бегаешь как москве скорее занимать черт свободно короче наконец-то мы уже нам немного осталось я думаю еще минут 15 будем стоять раз это будет супер 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 о мой пал Ради этого я стояла час Ну, было прикольно Нормально Норма с горочкой, да? Ну, та вообще была кайфовая Которая была огромная Встреча Короче, на этом всё, знаешь, что ты брила Сейчас пойдём пофотаемся Ой, лучше бы на неё пошли Нет Ко мне, кстати, только что девчонка подбежала Так, давай сфотаемся Нет, она говорит, вы Юля Пушман Я говорю, да Вот Короче, сейчас пойдём фотаться На фоне всяких горочек Потому что у нас осталось Кстати, у нас ещё час, два Тут очень круто, боже Здесь такие штуки Туда заходишь, платишь денежку И в тебя воздух Короче Это после аттракционов этих Когда мокрый весь Опять аттракционов А, у сушилки класс Вот это классная тема О, боже мой, я просто в шоке О, боже мой, я просто в шоке Сейчас мы уже сидим Отдыхаем Скоро поедем домой У нас осталось полчаса Но за это время мы не успеем сходить ни на один аттракцион Потому что стоять только минут сорок в очереди Вот Как люблю, целую и всем пока Блин Отлично Классные видосики Зоопарк Посмотрели И посмотрели на аттракционы Мы там были Ещё и освежили свою память И просто посмотрели на тебя маленькую Интересно было Ты прикольная Да Конечно, со своими приколюхами Ну, да Кто без них Вот Пишите в комментариях Как вам понравилось Или не понравилось Собственно Твой канал тебе заканчивается Ну Что я хотела Я думаю, может, гоупрошку купим Да Не, гоупрошка Прикольно Если, ну, всё время Такой активный образ жизни Ну да, прикольно Для каких-то поездок Удобно Ну, вот так Покупать гоупрошку Ради того, чтобы один раз съездить на парк аттракционов И что-то снять Я не вижу смысла Вообще Ну, да Может, в повседневной жизни удобнее было Тем более, гоупрошка стоит дорого А качество у неё говно Почему? Мне кажется, сейчас хорошее дело Ну, я и сейчас смотрел Сейчас не очень Ну, они стоят, типа, ну, реально нормально Их денег И снимают, ну, так себе Короче, ладно Телефон намного лучше снимает Всех любим, целуем и внимаем Спасибо, что смотрели этот выпуск Оставляйте комментарии Пишите, чё нравится, чё не нравится Чё ждёте, чё не ждёте Будьте счастливы, здоровы И всем пока Давайте Покедова Это мой прикол Какой? Покедова Покедова Покедова